Кандидат в менеджер, который очень рад, что его пригласили на собеседование в престижную фирму, ждет в приемной уже несколько часов. Секретарь советует ему дождаться таких. В седьмом часу вечера дверь кабинета приотворилась. Президент выглянул, увидел его и, узнав, по какому вопросу тот ожидает, извинился и попросил прийти завтра. У кандидата сложилось впечатление на основе отдельных случайно услышанных репли, что его вопрос является наименее важным для фирмы. И он решил расставить точки над их. Дверь кабинета снова открылась, президент выглянул со словами. Еще буквально полчасика и мы с вами поговорим. Ситуация ясна. Сейчас мы с вами разыграем, кто из вас начнет этот поединок. Тот, кто цифру один выкинет, тот, собственно говоря, и играет. Вы начинаете поединок с той фразой, с которой, собственно говоря, заканчиваются ситуации. Секунду. Здравствуйте, господин президент. Вы знаете, я готов ждать вас хоть целый час. Очень приятно. Я рассчитываю, что это буквально умягчется в мой испытательный срок. Мы с вами поговорим, посмотрим еще раз ваше резюме. Я думаю, что такой обязательный человек будет нужен нашей фирме. Подождите, пожалуйста. У нас возникла неплановая ситуация. И я думаю, что мы с вами через полчаса встретимся. Татьяна, я могу быть уверен, что, ожидая через полчаса, я увижу вас сегодня. Конечно. Конечно, Алексей. Вы подождете? Я думаю, что, может быть, я... Я думаю, что... Это отсылите секретарем. Хорошо, Алексей. Я на вас надеюсь. Через полчаса, я думаю, что я вас убежу. До встречи. Спасибо. До встречи. Поединок закончен. Всего лишь за 56 секунд наши игроки решили, что ситуация полностью ими исчерпана, и каждый решил свою задачу. Я правильно понимаю? Сейчас будет голосование жюри. Значит, жюри я объясню тем, кто в зале сидит. Жюри будет голосовать по принципу. Арбитр, в смысле, член жюри поднимает три карточки за игрока, либо номер один, либо номер два, в случае, если член жюри считает, что этот игрок победил абсолютно, безоговорочно. В случае, если член жюри считает, что игрок победил с небольшим перелесом, то есть, ну, как бы это чуть лучше, чем другой игрок, в этом случае поднимаются две карточки за этого игрока и обязательно одна карточка за оппонента. То есть, в итоге, каждый член жюри поднимет три карточки. А мы с вами будем считать, сколько голосов пришлось на каждого из игроков. Уважаемые жюри, готовы ли вы голосовать? Судя по всему, жюри готовы голосовать. Итак, голосуем. Пожалуйста. Владимир Александрович, как? А, три пальчика, все правильно. За игрока номер два, минутку, 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 четыре, три, семь голосов и два голоса за игрока номер один. Таким образом, победил игрок номер два. А, игрок номер два. Сейчас пока заполняется, заполняется протокол, игроки и секунданты должны будут расписаться за результаты этого поединка. Ну, а я, в свою очередь, по поручению нашего генерального спонсора, компании «Голго Телеком», в связи с тем, что эта ситуация как раз проектированная, с большим удовольствием от победителя. Видите, победитель подписывается. С большим удовольствием хотел бы вручить этот приз от компании «Голго Телеком», победителя нашего самого первого экспресс-поединка в истории официальных чемпионатов Федерации не только в Мурской Республике, но и всей России в целом. Это был первый официальный экспресс-поединок за всю историю Федерации управленческой борьбы России. Вот он сейчас состоялся при поддержке компании «Голго Телеком» и наш победитель игрок номер два. Спасибо, уважаемые вопросы и секунданты. Прошу вас покинуть. Комментарий еще. А, будущих. Да, конечно, прошу вообще. Значит, это присутствие игроков будет делать, да? Хорошо, давайте присутствие игроков. Члены жюри хотят высказать свое мнение, почему они побегонсовали именно так. Пожалуйста, Игорь Иванович, у вас начинай. Я был прямо на переговоры игрока «Голго». Я был в данном случае с явным преимуществом. Ну, во-первых, человек очень, так сказать, с юморком легко закрепился в ситуации. Это зачтется в мой испытательный срок. И при этом он еще провел удержание, сказав, что, ну, я, так сказать, могу рассчитывать на то, что в течение того времени, кроме этого, с юмором, так сказать, попросил чая и все такое. То есть его сейчас точно уже не забудут. Ну, а игрок номер один не совсем точно понимал свою цель, к какой цели нужно двигаться. То есть он сыграл, конечно, образ положительного героя. Но в данном случае обещаний довольно не надо было. Каких-то танковых. То есть это то, что это работает. Я склонился к тому, что подправили попритору игрока номер два, потому что, как я вам уже рассказал, он как-то был более креативен, более настойчив к достижению своей цели. Но игрока номер один, мне бы как раз отметить, стремление, желание, готовность идти на переговоры и идти на переговоры и продолжать. Так как три стороны, два будут идти на какие-то ситуации. Ну, то, что она отвлекается, и готовность на переговоры, мне тоже очень понравится. Я предпочтение с отсчетом 2.1 на выборку номер два, поскольку та ситуация, которая сегодня нам представлена, просто ужасная, как дикая ситуация. Я ожидал от игрока номер два, что он будет с помещением, чтобы на насадке что-то не произошло. У нас довольно юмор позвучал, потому что этот игрок номер два, он надежен, и ему можно дверь, и ему можно отправить переговоры. И игрок номер один, на самом деле, начало тоже хорошо, мне показалось, но где-то в конце, может быть, вот этот тон позвучал чуть-чуть изменяющийся, мне кажется. После двухдневного этого приема, ну, недооприема, на самом деле, может быть, как-то немного из-за того, как-то, 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 как-то. Первая серия поединка все участники как раз пройдут. Тут же нужно, как говоря, и вручать, чтобы уже сразу люди понимали, что у нас много резон подарков, сразу вручать сертификаты, с которыми можете обратиться в офис Билайн. На ресепшн вам помогает разобраться, что нужно делать с этими сертификатами. На, собственно, 3G-модель от компании Билайн, пожалуйста. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ